С грядущим, с наступающим, с праздником! Да, именно так мы хотим поздравить наших дорогих женщин, наших телезрительниц с наступающим 8 марта. Друзья, у нас уже очередные гости. И у нас сейчас Валентина Бабич, тренер, руководитель студии ХАДУ. Доброе утро! Из еврейского культурного центра Бейтгран. Доброе утро! Доброе утро! У нас стандартный вопрос для всех наших гостей. Как проснулись? Привычно ли вам в такое время работать уже? Да, привычно. ХАДУ! Что это такое? Даже слово странным кажется. Ну, ХАДУ это уникальная методика восстановления организма. Вы только что так сказали, как будто это аббревиатура. Это название деревни, где жили дедушка с бабушкой автора. Это для него, в общем-то, значимо. И он дал название своей гимнастике. Гимнастика, в чем ее уникальность? Она зарекомендовала себя, вот в процессе тех лет, что проводятся тренировки, как универсальная реабилитационная, восстанавливающая организм в целом, и в первую очередь опорно-двигательный аппарат и спину. Я к ХАДУ пришла со своими проблемами. У меня были три грыжи межпозвоночных, и я пять лет искала, как себе помочь. Очень много методик перепробовала, все, что рекламировалось, все, что показывалось. Все давало результат, но временный. И как биолог я понимала, что нужно укрепить мышцы спины, и пыталась, искала комплексы, которые, в общем-то, либо не давали никаких результатов, либо давали обострение, что я теперь могу объяснить. Потому что некоторые комплексы направлены на вытяжение мышц и в перспективе укрепления. А данный комплекс, в принципе, он сразу укрепляет мышцы очень быстро. Собственно говоря, благодаря ХАДУ я поставила себя на ноги. И не только я, потому что вот за то время, что ХАДУ у нас на Украине и вообще в России, ну, тысячи людей уже нашли спасение в этой гимнастике. Понимаете, когда положительный результат получает один человек, это может быть случайность. А когда тысячи и когда это закономерность, положительный результат, это уже не случайность. Это уже можно говорить о методике, как о технологии оздоровления организма. Скажите, а как долго вот нужно заниматься, чтобы был какой-то ощутимый результат? Значит, у меня при моем положении на то время я боялась, что сяду в инвалидное кресло, потому что боли были постоянные, либо фоновые, либо обострения. Через два месяца они прекратились вообще. То есть вот настолько быстро? Настолько быстро. Уникальность вообще, эффект тренировки, ну, как бы граничит с чудом. Иногда после первой тренировки уже есть результаты разные. Но в принципе, я могу рассказать, как работает ХАДУ. Да, в чем уникальность? Небольшой экскурс такой, в общем-то, в человеческом организме, ну, по разным подсчетам, более 700 мышц. А в повседневной жизни задействовано не больше 120. А остальные? Растаивают. Остальные атрофируются. Они не просто растаивают, они ослабляются. Ну, так природа распорядилась, что мышцы выполняют работу по-разному. Есть внешние мышцы или базовые, внешние двигательные. Они формируют контур тела, они выполняют силовую нагрузку, краткосрочную, но большую силовую. Они называются внешними базовыми двигательными мышцами. А есть мышцы внутренние. Они маленькие. У них работа не сильная, но длительная. Вот внутренние мышцы, или их называют еще мышцы-стабилизаторы, они держат позвоночник в вот таком состоянии в течение всего дня. И если они слабые, то мы наклоняемся, прогибаемся, начинаются сколиозы, какие-то искривления. И эти мышцы надо тренировать. Но укрепить их можно только благодаря физической тренировке, физической нагрузке. Человек идет в тренажерный зал, берет железо и начинает тренироваться. Но как только берутся внешние утяжелители, работают внешние мышцы. А маленькие внутренние, маленькие внутренние, они не работают. Вот здесь приходит на помощь ходу. Потому что в данной гимнастике есть некоторые фишки, которые отсутствуют в любой другой гимнастике. И первое из них – это отказ от внешних нагрузок, от внешних утяжелителей. Тогда нет локализации. Вот можете подойти кто-нибудь ко мне и мы попробуем. Я продемонстрирую, как это. Давайте. Вот руку вот так сделайте. Теперь я нажимаю. Мы представляем, что здесь вес, гиря. Какая мышца напряглась? Бицепс. Бицепс. Правильно. Здесь свободно, то есть здесь не напряжено. Теперь мы освобождаем руку и просто напрячь. Представьте, что здесь вес, что напряглось? И бицепс, и трицепс. Правильно? Да. Теперь мы медленно разгибаем руку. Раз, два, три, четыре. Медленно. Здесь у нас вес. И сгибаем. Раз, два, три, четыре. Не расслабляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Работает что? И бицепс, и трицепс. Правильно? Вот. Вы убедились воочию, что противоположные мышцы работают. Значит, первая фишка ходу – это отказ от внешних утяжелителей. Поэтому нет локализации нагрузки. Вот мы взяли вес, и здесь должна быть нагрузка. Бицепс должен работать. Когда нет этой нагрузки, работают все мышцы. И второе условие – обязательно должны быть напряжены противоположные мышцы. Вот мы представили, что у нас вес. Напрягли и бицепс, и трицепс. И работаем, качаем. Значит, это рычаг работает. Рычаги у нас есть во всем теле. Спина, рычаг, колени, ноги, руки, стопы. Гимнастика так спланирована, что прорабатываются абсолютно все мышцы, абсолютно весь организм. Вот от головы до пят. Ну, давайте попробуем пальчики, ладошки. Максимально напрягли, максимально. И очень медленно верхушечки сгибаем. Раз, два, три, четыре. Разгибаем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чувствуете работу мышц, да? И сгибатели, и разгибатели. И чуть-чуть болеет. Правильно? И начинают. Теперь мы всю ладошку пополам. Раз, два, три, четыре. Это другой рычаг. Раз, два, три, четыре. Уже чувствуются мышцы здесь, в ладошке. Вот. Видите, как хорошо. И, значит, мы прорабатываем и лицо, и глаза. Значит, есть такое упражнение. Сначала мы лицо максимально вытягиваем вертикально, потом горизонтально. Да, да. Мы мысленно или вслух говорим «О», глаза круглые и рот. «И», зажмуриваемся и улыбаемся. «И», теперь «И». Глазки круглые и зажмуриваем. «О», «И», чередуем. «О», «И», «О», «И», «О», «И», «О», «И». Чувствуется 2-3 минуты, и очень хорошо чувствуются вот эти мышцы, которые держат лицо. Да. То есть мы избавляемся от всех обвислостей, провислостей, подтягивается лицо. Это чудесно. Да. И еще одна, значит, еще один такой эффект данной гимнастики. Когда мы работаем медленно и максимально напрягаясь, организм никогда сам себе не навредит. То есть включается подсознательная регуляция, и мы, ну, не было еще такого, чтобы кто-то получил травму на тренировке. Потому что если, ну, тоже давайте попробуем. Вот мы сжимаем, максимально сжимаем руки и чувствуем нагрузку в мышцах, да? А теперь сжимаем пальчики, просто пальчики. Нагрузка слабее? Да. Если бы мы с такой силой нажали пальчики, мы бы их сломали, правильно? Но сами мы этого не сделаем, потому что нам не позволит собственное подсознание. Это чудесно. Так, какова же цель методики? Вот к чему мы хотим прийти? Цель методики – это здоровье и формирование гармоничного тела. Потому что нагрузка идет гармонично, симметрично. Мы не накачиваем вверх и становимся вот такими вот красивыми качками. Мы в первую очередь укрепляем внутренние мышцы, которые самые слабые. Это просто здорово. Так куда же можно прийти, где можно потренироваться? Тренировки проходят в Бейгранде. Это еврейский культурный центр, который находится на улице Нежинской, 77-79. Там два номера. Ну, центр вообще сам по себе потрясающий. Там настолько светлая аура. Замечательная такая домашняя уютная китонушка. То есть, тренировки не в спортзале, я так понимаю, проходят? Ну, там есть просто аудитории, классы, где проводятся тренировки. Но не нужно какие-то там специальные матрасы, там, я не знаю, ботусы? Ничего не нужно. Можно свой собственный коврик, каремат, или же там есть свои. То есть, любая женщина может прийти, независимо от возраста. Абсолютно, абсолютно. И самое главное, что ей вот это не навредит, она не получит каких-то растяжений, не будет скрипатурой потом лежать трое суток болеть. Ну, крепатура будет в зависимости от того, как она будет напрягаться. Без напряжения не будет результата. Ну, допустим, если пойти в спортзал, да, и сделать вот эту вот нагрузку, то потом просто не встать, наверное. Она себе, во всяком случае, ничего не порвет, не навредит. То есть, мышцы просто становятся более такими эластичными, упругими. Да, мышцы и растягиваются, и укрепляются. В первую очередь идет укрепление. Еще хотела сказать про бэйгрант. Настолько там, ну, обстановка замечательная, атмосфера такая домашняя, уютная. Девочки-администраторы очень приветливые, внимательные, все расскажут, объяснят. И вообще просто приходить туда удовольствие. А заниматься там и работать – это двойное удовольствие. Дорогие женщины, если вы хотите, чтобы ваши мышцы были, как вы сказали, настроены, да? Все правильно в вашем организме. Как струны гитары практически настроены. Да, настройте свой организм. Приходите в еврейский культурный центр Бэйт Гранд. К руководителю студии, к тренеру студии «Хаду» Валентине Бабич. Приходите, дорогие дамы. А сейчас у нас реклама на Новой Одессе. Мы вернемся сразу после нее.